все и мы уже и в телеграме здравствуйте дорогие друзья всем здравствуйте и нам осталось только включиться в фейсбуке и мы будем полностью уже готова к 103 уроку 103 урок тора садитесь удобнее и всевышний сейчас каждому из нас каждому из нас дает какие-то через мир бог разговаривает с каждым из нас и каждому из нас он дает какой-то материал для роста какой-то материал для роста для улучшения своей жизни для реализации своей миссии в этом мире каждый из нас получает вот именно то что нам в данный момент нужно то мы получаем до каждый человек получает то что мы в данный момент нужно то мы и получаем и так сегодня на 103 урок и равшала маруш нам продолжает объяснять глобально да в конце в чем суть жизни человека я как преподаватель например я люблю идти наоборот я люблю идти от глобального в детальное но я вижу что это способ у него работает идеально потому что но глобально смысл жизни многие люди сказали в мнение это это слишком для меня сложно неинтересно и непрактично она не дает сразу результатов потому что глобально вот эти вещи как бы как все работает она интересует намного меньшее количество людей чем вещи понятные простые понятные простые я хочу чтобы мне сейчас было хорошо вот я уверен что каждый из нас все время воспринимает мир сквозь призму ощущения хорошо мне или не хорошо мне сейчас как на душе на душе эмоционально то есть это то что ты чувствуешь телом как бы да и иногда человека не понимает не осознает почему ему плохо например да он может причину не видеть но то что ему плохо он осознает или то что ему хорошо он тоже осознает поэтому наша цель это это вернее не так он пошел по пути в начале он говорит нам смотри вот простые вещи ты ноешь тебе плохо но не не тебе плохо и потому ты ноешь наоборот ты ноешь и потому тебе плохо а что делать он говорит благодаря как мне благодарить мне плохо а ты попробуй ты благодари потом будете хорошо об благодаришь хорошо действительно классно а теперь но если мне реально плохо а ты поблагодарить за то что плохо это лишь как всевышний тебе в этом случае совершенно сделает чудо какой-то вау работает и вот мы уже дошли до 11 главы тогда можно его послушать он начал говорить нам о том а какой вообще смысл во всем тогда мы уже готовы вот нас почти уже там 200 человек проходит этот цикл в прямом эфире а в течение дня около тысячи человек слушают эти уроки и мы уже готовы послушать его тогда да очень мудро построена книга спасибо раф шалмарушу вот мы сейчас я кого шатадина попросили чтобы он договорился договорился чтобы было рифа шлыма да в чтобы у сына вот аси ябко чтобы у него было полное выздоровление от гипертонического криза чтобы он понял чтобы этот криз до такого слова криз он помог изменить и есть вот помог изменить образ жизни потому что вот эта гипертония это следствие какого-то образа жизни возраста и так далее то есть все что всевышний делает для нас все к лучшему с божьей помощью чтобы было всем все хорошо чтобы все выздоровели и так говорит раф шалмаруш первый смысл жизни он говорит в чем что чем должен каждый раз говорить как толмуде написано весь мир создан для меня и у меня ответственность исправить этот мир это первое он нам предложил такую идею как исправить молитвами то есть быть не быть эгоистом а понимать что мы все часть мира и первый смысл это увидеть и осознать свое большое влияние на все мироздание и молиться всевышнему чтобы во всем мире было хорошо второе то что он нам предложил как смысл жизни это исправление качеств и вот он сейчас на эту как бы мы дальше углубляемся он говорит насколько это важно человеку исправить свои моральные качества что настолько это важно что он приводит в пример историю о разрушении двух храмов был разрушен первый храм и давайте так я даже чуть-чуть дополню заранее ну чтобы было понятно когда в действии народ вышел из египта вести народ был тогда в в качестве просто материала то есть всевышний так сделал чтобы вот целое сообщество людей 600 тысяч мужчин и около двух миллионов всего человек так как они были рабами в египте кто такой раб это тот которого их 210 лет держали в рабстве у которого полностью убивают личное эго то есть у раба ничего нет он делает то что ему скажут он полностью подчиненным живет состояние и всевышний по своей мудрости задумки доброте он целый народ держал в рабстве 200 210 лет в египте страшное дело то есть если вдуматься с обычной логике где здесь доброта где здесь любовь в этом и проявлялась любовь всевышнего и вот он значит потом он сделал 10 чудес показал что весь этот мир принадлежит богу потом он вывел и ввести народ и перед ними раступилась море они вышли в состояние пророков все и увидели как работает духовный мир когда они проходили через море они увидели как работает духовный мир прямо ну вот прям конкретно то есть мы пытаемся об этом рассказывать постигать думать там представлять они увидели и после этого 49 дней было от выхода из египта до того как они пришли горе синаи они получают тору и через буквально еще короткое время они приходят к земле израиля и и что и они начинают сомневаться как это так начинают сомневаться они только что вообще видели вот специально всевышний как бы их 210 лет тренировал чтобы они ну как бы перестали заниматься самодеятельностью до доходит чтобы они у них чтобы эго не стал чтобы они не могли сказать что в египте было хорошо чтобы они стали именно народом священников то есть вышли хотел такая селекция была до чтобы они стали народом священников после этого он их год были вот эти вот эти 5 казни он им показывал что все это мироздание это как иллюзия компьютерная программа матрицы они это видели тут вода в кровь превращается тут из воды вылазят лягушки они размножаются на глазах тут земля превращается в вшей тут значит звери выходят из леса все дети вдруг одновременно и они выходят из леса и выборочно этих кусают этих не кусая потом там град падает в снаружи лед внутри огонь ну то есть он им такой показал кино что но все говорить я бог потом море расступилась они видят в у них как вы знаете как пророчество они просто увидели как пророки как работает духовный мир и тут рука не подходят земле израиля и начинают сомневаться а вдруг у нас не получится вдруг мы не зайдем а вдруг то вдруг это нет давайте вернемся всевышний говорит все это ну это касается безнадежных случаев это просто безнадежные он маша рабы но говорит давай я говорит их уничтожить тебя сделаю новый народ а до этого еще было до этого был случай когда маша рабы на получал тору они 40 дней он был на горе и когда он спускался с горы они неправильно посчитали что он как бы задержался и они тут же прибежали к арону брату брату маша рабы нам и говорят нам нужен лидер нам нужен лидер мы не понимаем как с богом нам общаться мы знаем что бог есть мы не можем сказать что бога нет но бог непостижимый мы не знаем как с ним общаться нам нужен конкретный лидер которому мы бы который был бы нашим перри передаточным звеном между нами и богом который нас поведет до чтобы мы могли ему поклоняться нам нужно что-то такое материальное маша рабы ну нет мосе нет значит сделать нам золотого тельца быка бык это был символ материального мира то есть они говорят мы не но не видит наш глаз и ум дальше чем материя но не видим мы то есть мы видим только материю дай нам вот этого вот золотого тельца из вышел этот золотой телец телец это был символ материальности они знали что не он бог понятно не может быть телец богом бог творец мироздания но они хотели кого-то кто является как бы министром передаточным механизмом значит потом они пришли к земле израиля боялись зайти и всевышний говорит все на 40 лет в пустыню значит будем сейчас в пустыне уже воспитывать их по-другому даст бог день даст бог пищу то есть будем их отучать от материальности пустыня каждый день выпадает духовная пища ман пошел тренинг 40 лет тренинг духовности и значит потом они пришли к земле израиля уже зашли в землю израиля значит и после этого момента прошло как они зашли в землю израиля прошло после этого до построения храма по моему стоял мешкан шило 800 лет часа вам скажу точно 2 800 500 лет прошло 500 лет прошло и построил царь соломон первый храм то есть между заходом в израиль и царем соломоном было примерно плюс-минус 500 лет царь соломон мудрейший из людей сын царя давида они пророки все получают задание построить храм строится первый храм в нем чудеса в нем ковчег скрижали все и вот значит проходит 410 лет стоял первый храм иерусалимский его построил царь соломон это было чудо вообще чудо из там изменения пространства весь мир приходил смотрели приносили жертвы там но было просто было такое место в котором всем было понятно что есть бог но потом вот он здесь пишет чтобы чтобы мы поняли что в чем наша задача да в чем наша задача в этом мире давайте посмотрим на историю разрушения двух храмов наши мудрецы сообщили нам что первый храм был разрушен за серьезные преступления три было преступления за которые всевышний сказал что я убираю с вот этот вот храм это был как ретранслятор такой знаете как раутер как интернет идет до распространяющие влияние всевышнего такое сила духовное влияние на этот мир значит он его убрал почему было три греха того поколения кровопролитие разврат и дала поклонство то есть люди того поколения получают то духовное влияние от всевышнего они вместо того чтобы радоваться любить друг друга любить всех они начали вдруг очень распространилось убийство то есть забирание жизни друг от друга разврат это бесконтрольное удовлетворение своего инстинкта размножения и и дала поклонство это магия колдовство это это использование знания духовном мире для для реализации своих эгоистических материальных целей это то что это то что значит делала то поколение и всевышний посылает значит пришел царь на выходный царь вавилонский царь разрушил разрушил храм и еврейский народ увел в куда переселил в вавилон и вот они живут в вавилоне и потом приходит мы знаем пуримская история приходит царь уже был ахашвирож амана у него был премьер-министр и выносится постановление о уничтожении всех евреев по всему по всей империи вавилонской и в это время еврейский народ раскаивается и хозер-битшува то есть он возвращается к всевышнему все становятся праведниками всевышний прощает чудесная история которую празднуют в пурим уже две с половиной тысячи лет и царь следующий даришь дает разрешение отстроить второй храм и дает разрешение время вернуться и евреи в вавилоне из пленен пленников становится самой мощной общиной которого как вы мерите сейчас и время большую власть также евреи в вавилоне имели огромную власть сидел прямо возле царя был по правую руку сидел глава еврейской общины который был потомок царя давида из он был из царского рода и вот это было такое очень неважное место занимали в вавилоне напоминает сейчас очень сильно саша вернулась всего лишь в израиль 42 тысячи человек это тоже очень сильно напоминает что в америки сейчас евреев живет больше чем в израиле и но и как раз когда возникло государство израиль из америки ехали такие люди как до этого даже ехали голда мэр такая была да то есть ехали люди которые были как сказать у них духовное было важнее чем материальное они они были люди люди идеи потому что люди материи они держатся за материю и вот значит 70 лет всего он пишет за такие серьезные грехи значит всего лишь 70 лет было исправление он говорит а за что второй храм был разрушен они построили второй храм он проскал 420 лет и был разрушен в семидесятом году нашей эры римлянами римляне захватили израиль римляне значит было против них восстания они потом разрушили храм разрушили иерусалим угнали тоже сотни тысяч евреев угнали в рим по 100 украли сокровищницу храма на эти деньги построили колизей прямо написано это везде в википедии история что колизей это накраденные деньги из иерусалимского храма и строили колизей как раз рабы которых заставили строить это были евреи которых угнали около 100 тысяч угнали в рим и с этого момента началось второе вот изгнание которое продолжалось до 1948 года когда возник государство израиль интересно что в риме есть триумфальная арка о победе в иудейской войне когда римляне разрушили храм и победили это было очень жесткая война прямо есть время всего лишь три триумфальные арки за хотя и рим захватил тогда весь мир но всего три самых таких у них было триумфа один из них это триумфальная арка о победе в иудейской войне и там прям на арке нарисовано как гонят этих евреев и они же несут на себе минура храмовый храмовый светильник золотой который которые римляне украли из сокровищницы храма и который есть два две версии есть которые что они его продали что построить колес колесе ну просто переплавили продали не знаю а есть что до сих пор хранится в подвалах ватикана ватикане вообще если вот вы посмотрите на ватикан в риме то это как конкретно сокровищница награбленного то есть римляне грабили весь мир и складывали это все время а потом ватикан когда но когда возникла христианская церковь в риме через 300 лет после после в трюксотом году где-то рим стал христианским то все это как бы захватил ватикан до ватикан и значит все это сокровищница там в подвалах ватикана и хранится так вот семидесятого года нашей эры с разрушения храма до 1948 года основание государства израиль почти две тысячи лет значит продолжалось изгнание и до сих пор она продолжается потому что пророки сказали что изгнание еврейского народа закончится и придет машев когда будет построен третий храм и это прямо написано еще было в торе что будет третий храм то есть это как бы вещь которая очевидная и она была запрограммирована какими-то более высокими законами при сотворении мира что будет именно три храма но вот эти вот расстояния между храмами и так далее зависит от нашего духовного состояния человечества еврейского народа и значит от духовного состояния теперь так он спрашивает почему второй храм 2000 лет первый за 70 лет был бы исправили те грехи из-за которых был разрушен первый храм убийство кровопролитие дала поклонства чтобы это исправить всего хватило 70 лет а за что второй был разрушен он говорит он говорит что второй храм был разрушен за напрасную ненависть друг другу беспричинная ненависть сенат хинам и она до сих пор не исчезла в еврейском народе а может быть даже усилилась пишет раф шалом аруш и значит также в талмуде написано каждый в чьё время не был отстроен храм как будто стал причиной того что он не был отстроен в его время то есть он сам как будто бы разрушает храм почему потому что этот человек не исправил тех дурных дурных качеств которые привели к разрушению храма поэтому главное в исправлении мира работа над высокими душевными качествами а все качества основаны на вере то что нам сказал раф шалом аруш что нам говорит вторая цель в жизни человека это исправить свои плохие качества что является самым плохим качеством беспричинная ненависть друг другу потому что главная заповедь это возлюби ближнего как себя значит беспричинная любовь у нас же к себе беспричинная любовь мы все любим просто так значит и ближнего можно любить просто так а как исправить значит если ты не любишь ближнего то тогда ты не любишь всевышнего то есть эти очень две связанные вещи а как исправить вот он нам и дает вся эта книга это способ исправления благодарность всевышнему пробуждает любовь всевышнему благодарность к людям пробуждает любовь к людям а так как когда ты любишь людей, ты их благодаришь, ты их любишь, то мера за меру. То есть оно все очень передается. Понятно, да? Значит, прожить достойную жизнь, правильно. Дамир четко сказал, прожить достойную жизнь, чтобы достоиться рая. Да. Но что такое достойная жизнь? И вот он нам говорит, первое достойное в жизни, это заботиться о мире и, значит, молиться за то, чтобы в мире было хорошо. То есть как бы Бог создал мир для тебя. И достойная жизнь, это любить этот мир, в который Бог тебя поставил. Вторая цель, как он нам говорит, это исправлять свои плохие качества и уподобляться качествами Всевышнему. То есть возлюби ближнего, как себя, возлюби Бога. Это качество. Честность, это качество. Быть человеком, которого люди любят, да, с хорошей репутацией, это качество. То есть не быть гневливым, например, это качество. Иметь хороший характер, это качество. То есть все это качество, исправлять эти качества, это как раз вторая цель жизни. И это и значит прожить достойную жизнь и удостоиться рая. Причем рая даже в этой жизни. Когда ты исправляешь свои качества, ты удостаиваешься и рая в этом мире, и рая в мире, в духовном мире. И дальше он переводит нас в третья цель. Он говорит, есть еще одна цель. Он говорит, что называется следующая глава «Радость Всевышнего». «Радость Всевышнего», так она и называется. Значит, что он нам говорит? Он нам говорит такую вещь, что третья цель человека, и что значит прожить достойную жизнь? Это выполнять заповеди. Заповеди Всевышнего. Но он говорит, что просто выполнять заповеди недостаточно, а надо выполнять заповеди с радостью. Заповеди с великой радостью и нежелательной награды, кроме самой заповеди. Это как бы пик, третья цель человека. Когда ты настолько любишь Всевышнего, что ты выполняешь его заповеди не из страха, а ты выполняешь, и ты от этого получаешь радость, это ты уже полностью, он говорит, по этому показателю, по этому показателю, ты можешь сказать, что все, вот я совершенный человек. То есть тот, кто выполняет волю Всевышнего и при этом испытывает огромную-огромную внутреннюю радость, он может из этого понять, что это третья цель нахождения человека в этом мире, глобально, если посмотреть. То есть первая цель, мы еще раз, первая цель это осознание, что улучшение мира. То есть цель первую, он сказал, что человек в этом мире, для того, чтобы улучшать мир. Как улучшать? Молиться, чтобы мир улучшился, он говорит, это самое мощное средство, и можно сказать, что этого достаточно. Если ты об этом молишься, по-любому ты будешь что-то делать для этого. То есть молитва – это выражение твоего намерения и желания. Хотя бы иметь намерение. Знаете, как есть, человек говорит, я не могу. Вот я это от Равыцка Козильбера, за цель, за хроносодитель в Раха запомнил. Когда ему кто-то говорил, я не могу что-то сделать, он говорил такую вещь. Ты не можешь, он говорит, ты не хочешь. Ну, это он тоже взял, это великая такая вот как бы схема от большим, то войдет. Человек говорит, да не, я не могу. Я не могу на мою жену не кричать. Он говорит, ну как ты не можешь, он говорит, если бы ты знал, что если ты закричишь, тебе руку отрежут или язык, ты бы смог не кричать? Он говорит, конечно смог. Он говорит, а что ты говоришь, что ты не сможешь? Ты можешь, ты не хочешь. То есть ты почему-то считаешь, что ты можешь это делать, что ты… Понятно, да, идея? То есть, если ты хотя бы хочешь исправить мир, то это должно выражаться хотя бы в молитве. Но если ты уже молишься об этом, ты реально хочешь, то ты что-то будешь делать для этого. Вторая цель, он сказал, это что исправлять свои моральные качества. Есть книга, может быть, мы следующую книгу, вот сейчас, помните, я когда спрашивал, какую будем учить. Есть книга качеств. Может быть, мы следующую книгу как раз будем изучать. Книга качеств Архот Садитимана называется. Про каждое качество характера человека, про его проявление и как эти качества исправлять. Вот я думаю, что мы эту следующую. У меня все время на подсознании вопрос, а какую следующую книгу изучать. Это же очень крутая была книга. И мне кажется, что вот эти вот качества, мы как раз к этому и пришли, что это очень важно. И третье, он говорит, нужно прийти к такому уровню, что выполнять заповеди Всевышнего независимо от награды, а испытывать от этого невероятную радость от выполнения заповедей. Это самая, он говорит, третья цель человека в этом мире. И он говорит такая вещь, что почему Бог нам не дал, значит, ну все, он же добрый, он нам мог дать все без труда. Он говорит, нет, это было бы тогда, нами не ценилось. Всевышний создал условия для всех заповедей, которые человек выполняет. И есть такое, ну простое жизненное правило, что то, что ты сам своими руками заработал, то, что принадлежит тебе на самом деле заработанное, оно намного человеку приятнее, чем то, что на него свалилось просто так. Но опять же, он, наверное, я вот тоже, этот момент, он очень такой чуть-чуть, у меня вызывает сомнение, скажем так, эта идея. Написано, что Всевышний не хотел давать нам хлеб стыда. То есть, если бы он нам все это дал без наших усилий, без усилий человека, это не было бы награда, это было бы, ну просто как, ну вот представьте ситуацию, вот если все же ты хочешь, получается, 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 то у тебя нет понимания, что такое хорошо, потому что нет тебе с чем сравнивать. Когда у тебя тут не получается, тут получается, тогда у тебя есть разница между там вкусным, невкусным, получилось, не получилось, а когда у тебя все получилось, все вкусно, У тебя нету, тогда нет, как сказать, ты не можешь это оценить, все познается в сравнении. Поэтому Всевышний нам дал то, что называется заработанный хлеб. Награда, это когда ты трудился и заработал. И вот, значит, создал он нам условия, дал нам заповеди, но Равшалам Аруш здесь говорит такую вещь, что главным критерием того, что, давайте я вам прочитаю, потому что эта идея очень такая необычная, я ее прям подчеркнул, удивился. Он пишет так, основную награду человек получает за радость и добрую волю, с которыми он исполняет заповеди Всевышнего. Как уже сказано, саму заповедь позволяет человеку исполнить Всевышний, как с материальной, так и с духовной точки зрения. Но радость и стремление осуществить ее человек должен добавить от себя. И во многих книгах по Каббале написано, что основная награда дается именно за радость при исполнении заповедей. И был такой Аризаль, великий каббалист, который жил в Цфате, он писал, «Ари блаженной памяти свидетельствует о самом себе, что он достиг своего уровня, высочайшего духовного уровня, лишь благодаря радости о заповедях. Это главное. Радость в осуществлении заповеди – это зерно истины в заповеди. Тогда человек понимает, какая это заслуга вообще служить Всевышнему, как прекрасно ходить с покрытой головой, вести себя скромно. Это воля Всевышнего, я буду делать то, чего он хочет. Человек, радующийся исполнению воли Всевышнего, вовсе не думает ни об этом мире, ни о мире грядущем. Само служение Всевышнему становится его наградой». Заканчивает он эту главу. То есть три цели есть у человека в этом мире. Первое – это исправлять этот мир и понимать, что мир создан для тебя. Ты уникальный, неповторимый, Всевышний сквозь тебя проявляется именно вот этим способом, которым он проявляется. И твоя задача и возможность, как бы весь мир для тебя. И хотя бы начать надо с того, чтобы молиться, чтобы в мире было все хорошо. Вторая цель – это исправлять свои качества. И самое главное то, что мы сейчас исправляем. Исправить неблагодарность на благодарность. И отсюда происходят все плохие качества. Он пишет от неблагодарности. И третья цель – это что? Радоваться выполнению заповедей. То есть прийти к тому, чтобы прочувствовать, осознать и получить огромную радость и удовольствие от своей связи со Всевышним и от выполнения его заповедей. И это три, как бы, цели, которые есть у человека в жизни глобально. И опять мы сталкиваемся с разницей в подходами. Я же долгое время, и мы вместе учили, подход царя Соломона. И подход царя Соломона построен на страхе. Даже экклезиаст, он заканчивает, в конце концов, все понятно. Бога бойся, говорит он. Заповеди его соблюдай, потому что в этом весь человек. И знаю, он говорит, что все Бог приведет на суд за все скрытое, и за хорошее, и за плохое. То есть у царя Соломона такой подход, жути он такой нагоняет. А это подход совсем другой. Это подход через любовь, через благодарность, через радость. То есть совершенно такой другой подход. Но что, я вот думал вчера, как раз мы с одним человеком разговаривали на эту тему. Он изучал мои книги, и он применял книги, и я применял подход царя Соломона. И у него очень есть отдача. Когда ты идешь через страх, то есть отдача. А здесь совсем другой подход. И я ему сказал, что смотри, мир изменился. Раньше мир был, мир выживания. Раньше выжить в этом мире было дико сложно. И для человека, у него он все время был под жестким, таким невероятным негативом и давлением. Тут цари, тут монголы, тут татары, тут рабовладельцы. То есть мир был такой жестяк. Детей били розгами там. То есть человек с момента рождения, он пока только вырос, ребенок. У него там 50% детская смертность. Половина его детей умерли. Родителей половина умерли. Все сироты. Тут инвалиды на улицах валяются. Канализации нет. То есть мир был жуткий такой. Тут эпидемия холеры. Пол там города умерла. Тут закончилась холера чума. Тут значит эти самые там испанка 18. Ну то есть жизнь была страшная. И человеку, так как на него все время шел огромный поток страха. Возможно для того, чтобы пробиться сквозь вот этот сигнал ужаса, нужно было бояться Бога сильнее, чем все остальные ужасы жизни. И тогда, то есть страх это очень сильный сигнал. И когда ты в страхе, то у тебя страх Бога, он очень сильно, ну то есть только страх может пробить через страх. Мы сейчас живем в эпоху удовольствия. Бог над нами жалился. Мы живем в эпоху, когда победили почти все болезни. Детская смертность меньше там 0,1-0,2 процента. Вместо 50 процентов детская смертность была 100 лет назад. Представьте. То есть, ну, еще люди сейчас жалуются. Раньше 50 процентов детей мать хоронила в первых там несколько лет, 5 лет жизни. Дети не выживали. Представляете? Ужасы какие-то 50 процентов. У Льва или там Алексея Толстого, я помню, из 8 детей, 4. То есть, неважно в каком-то сословии, дети вот так вот, 50 процентов. И сейчас Всевышний нам дал мир любви. Ну то есть мы заполнены любовью. И вот этот вот момент, что пробиться сейчас через страх, человек говорит, что вы меня пугаете? Кого я боюсь? Всевышнего? Какого Всевышнего? У меня врачи, страховки, у меня, значит, социальные службы, у меня полиция, милиция, там все. Что вы меня пугаете? Что со мной? Что-то может случиться? Ну что со мной случиться может быть? Продолжительной жизни 100 лет средняя. Все нормально, проживу. И вот тут как раз подход через страх перестал работать. И теперь я понимаю, почему любая честная рыба, например, он шел через любовь. Почему сейчас вот этот подход, он намного прям, потому что когда ты чувствуешь любовь Всевышнего, сильнее, чем все остальные удовольствия мира. И он действительно цепляет. Ну мне, во всяком случае, очень сильно вот этот метод сейчас дает огромный-огромный новый уровень связи со Всевышним. Хорошо. Хорошо. И сейчас мы в конце такой практический урок. Практический урок, значит, американская система, значит, называется урок, 26-й урок в этой книжке. Enjoy the pursuit. Pursuit. Я, честно говоря, слово pursuit, я не знаю, как переводится. Я думал, есть смысл, а пойму, но мне кажется, давление, давление. Enjoy давление. Он говорит, получай радость от давления. Но смысл урока очень понятный. Он говорит, вначале он приводит типичные высказывания людей, которые говорят, когда я создам успешный бизнес, я буду счастливой. А пока я чувствую себя напряженным и нервным. Когда я женюсь, я буду счастливой. Но пока я не вижу, как я могу быть счастливым. Когда моя книга будет опубликована, тогда счастье будет мое. Но пока, значит, я в стрессе. Когда я закончу школу, я буду счастливым. Но пока я учусь, я не могу, как я могу быть счастливым? Он говорит, люди живут в этой концепции, что когда я достигну цели, я буду счастливым. Пока я достигаю цели, я не счастлив. И дальше он приводит, он говорит, что это, говорит, подход, он неправильный и он не единственно возможный. Есть люди, которые водители, он приводит пример водителя. Есть водитель, который хочет куда-то приехать, но путь ему не нравится. Он в стрессе весь путь. Есть водитель, который знает, куда ему надо приехать, но он едет и кайфует от пути. Он говорит, в жизни мы тоже выбираем себе два метода разных. Или же, значит, я кайфую от процесса, от пути к своей цели. Или я выбираю, что я буду радоваться только в конце цели. Это выбор. И он приводит историю, как одной женщины. My husband, значит, с ним невозможно было разговаривать, когда он был занят каким-то важным для себя проектом. А, Persuid. Нет, тут по-другому написано. Не Persuid, а тут через юн. P-U-R-S-U-I-T. Persuid. Вот так написано. Persuid. Не так написано, Тамара. Да. А Persuid. Я думаю, давление. Удовольствие от... Enjoy the Persuid. Я думаю, давление. По смыслу. Теперь она рассказывает. Муж, когда был в середине какого-то проекта, с ним невозможно было разговаривать. Он был напряженный, нервный. Он поднимал его голос, когда я или дети, значит, как-то его отвлекали. Он, значит, пока он не достигал свою цель, он был постоянно в стрессе. Когда он достигал цель, заканчивал проект, он был доволен неделю или две. А затем он опять включался в новый проект. И это стало невозможно терпеть. И, значит, я сказал, что он должен идти к консультанту. Он сказал, что нет, он обвинял меня, он обвинял детей, он обвинял всех. Он всех обвинял. Потом, значит, он как-то совершил аварию. И он обвинял полисмена, который дал ему штраф. И, а не, он превысил скорость. Штраф за превышение скорости. И потом он пошел в суд с этим полицейским. И он обвинял судью. То есть, он был все время в стрессе и в обвинении. И, значит, судья сказал ему, что он должен идти к консультанту и учиться, как быть со стрессом. Как взаимодействовать со стрессом. И когда он, значит, как взаимодействовать со стрессом, он, то есть, судья ему присудил, что он нервный чувак, который в стрессе, который просто на всех орет и не может нормально существовать. И что? И он, значит, ему объяснил этот консультант. Он говорит, сколько времени ты тратишь? Он ему задал вопрос. How much of the time do you spend on working on goals? Сколько времени ты тратишь на то, чтобы работать над своими целями? И сколько времени ты наслаждаешься фактом, что ты достиг своей цели? Он говорит, ну, несравненно. То есть, я там 90% в стрессе и там 10% даже меньше я наслаждаюсь. Он его спрашивает, ты все цели достигаешь? Он говорит, не все. Получается, что иногда ты 100% в стрессе без всякого в конце наслаждения. А иногда ты 90% в стрессе и 10% в наслаждении. Так что, он говорит, это нормально. Когда мой муж, он хотел дать ему честный ответ, он увидел, что действительно он все время в стрессе, пока он идет к цели. И тогда, если он будет сохранять существующую позицию, то тогда он будет всю жизнь в стрессе. И тогда, что ему сказал, тогда вот этот вот консультант про два типа водителей. Эта идея очень понравилась моему мужу. И он, значит, и он, значит, он сказал, что путь, это часть цели, да. Поэтому не надо быть в стрессе. В общем, он решил, что не будет... My husband is very logical. Мой муж, он очень логический. И это имело смысл для него. И он сказал консультанту, что он обещает научиться получать удовольствие от процесса, достижения, установки достижения целей. И так как у моего мужа был сильный характер, и он умел работать над собой, он поставил себе цель научиться наслаждаться процессом. И когда он поставил себе такую цель, он ее достиг. У меня прям история как про меня. Потому что я вот после того, как... Ну, в общем, я уже два года изучаю эту тему счастья. И я понял вот эту свою тоже особенность, что я все время был в стрессе, достигая цели. И я даже обучал людей, мне сейчас очень жалко за это, да, что стремиться, да, преследовать enjoy, а тогда сходится, да, persuade это стремиться преследовать. Радуйся пути преследования своей цели, да, стремлению, радуйся стремлению, называется эта глава. И я прямо очень разобрался в себе и поставил себе такую цель, что она настолько для меня важная, что и путь к этой цели, он для меня очень важный. И я сейчас живу, кайфую, занимаюсь проектом Академия Счастья. С Божьей помощью сейчас я прям этот проект хочу сделать проектом этого года. Я сейчас прям вот с Божьей помощью закончил там курсы, все сделаю. Академия Счастья хочу, чтобы миллион человек стали счастливыми. И первый шаг к счастью какой, как вы думаете? Благодарность. Первый шаг к счастью, благодарность, потому что эта книга, во всяком случае, меня точно изменила. И благодарность это лучшее, что есть вообще в этом мире. Поэтому спасибо вам. Мы сегодня затянули 42 минуты, у нас был урок, прям затянули малеха. Но благодарность дает силы. Вот я прямо понял, что когда ты что-то делаешь с благодарностью, то ты попадаешь в поток. Есть очень много энергии, силы, то есть мне очень нравится заниматься благодарностью. Все, значит вам всем тоже благословение. Путь у нас известен. Чем больше вы благодарите Всевышнего, тем лучше у вас с ним взаимоотношения, тем лучше ваша жизнь, тем лучше ваше внутреннее состояние, тем лучше ваша молитва, тем лучше ваши заповеди. Все идет через благодарность. Все, удачи, успехов и с Божьей помощью, чтобы Всевышний каждому из нас указал правильный путь. И чтобы мы получали такое наслаждение от заповедей и от того, что есть, что не делали вообще бы никаких ошибок. Тут еще очень важно не делать ошибок, не бежать за иллюзиями, не что заставляет человека бежать за иллюзиями, что ему здесь плохо. Но если ему здесь хорошо, он не будет совершать ошибок. Все, всем удачи, успехов и божественных благословений. До завтра. Спасибо огромное, что вы участвуете в уроках. Субтитры создавал DimaTorzok